Так, все, сложный анализ алгоритма, времени работы алгоритма быстрой сортировки позади. Теперь будет несколько общих замечаний. Во-первых, давайте вспомним, что когда мы анализировали время работы алгоритма, мы предположили, что в исходном массиве нет равных элементов, что все они различны. Нам это по некоторым причинам было удобно. Давайте посмотрим, а что же произойдет, если равные элементы есть. Мне это будет удобно показать на визуализации на сайте Sorting Algorithms. Давайте быстренько поясню, что здесь происходит. Здесь вот такая матрица, таблица, в которой в столбцах показаны различные алгоритмы сортировки. Их тут аж 8 штук. Заодно вы увидите, что бывает и много других алгоритмов, помимо тех, которые мы разберем в этом курсе. Первый алгоритм – это алгоритм сортировки вставками Insertion Sort. Мы его разобрали с вами. Вот Merge Sort, мы уже знаем это из пятой колонки. Hip Sort – это сортировка кучи, мы ее еще изучим. И вот наш Quick Sort, который мы сейчас изучаем. И здесь можно посмотреть на то, как эти алгоритмы себя ведут на разных типах данных. Значит, первые данные есть, тип данных – это случайные. Значит, когда у нас, ну вот, видно, что это какие-то просто действительно строчки там случайной длины. Следующий тип данных – это массивы, ну или там, не знаю, последовательности, которые почти уже отсортированы. Как видно. Третий тип данных – это массив, который упорядочен в обратную сторону. И четвертый тип данных – это тип данных, в которых много одинаковых элементов. Ну или, то есть, если сказать по-другому, то мало разных элементов. Вот видно, что здесь в последней строчке есть мало разных длин строчек. То есть, всего раз, два, три, четыре, кажется. Давайте сейчас возьмем и запустим все эти алгоритмы. В принципе, вы и сами можете позапускать. Но мы запустим и посмотрим, что происходит в колонке QuickSort, которую мы сейчас с вами изучаем. Поехали. Вот, все запустилось. Пошли все алгоритмы работать. Вот некоторые алгоритмы уже отсортировали все. И видно, что QuickSort все еще возится с… Вот все, довозился. Все еще возился с последним типом данных, когда есть мало различных элементов. Ну вот, алгоритмы из первых колонок, они с квадратичным временем работы, они тоже только что закончили работу. Но давайте поймем, почему же так происходит. Ну, понятие здесь… Есть две вещи для понимания. Во-первых, давайте просто совсем уж патологический случай рассмотрим, когда все элементы в массиве равны между собой. Что тогда будет происходить? Ну, тогда все время у нас одна из частей при разделении будет нулевого размера. То есть мы взяли массив, в котором все элементы равны одному и тому же. Один из них стал разделителем. В этот момент даже не важно какой, потому что они все равны. И тогда слева не будет ни одного числа, которое меньше, чем текущий разделитель. Ой, слева все будут, слева у нас идет кусок меньше, либо равный, чем х. А справа не будет ни одного числа, которое там больше, чем х. Соответственно, при каждом разбиении массив будет уменьшаться на 1, и таких разбиений будет n-1. Ну и того мы n-1 раз там потратим какое-то линейное время. Но мы с вами выясняли, что время работы будет квадратичным. Вот смотрите, как плохо. Вроде быстрая сортировка, а даже вот такой дурацкий массив, в котором все элементы равны, он сортирует за квадратичное время. А вот что уж еще страннее, это то, что мы с вами вообще-то доказали оценку n-log-n на время работы его в среднем. А здесь вообще не важно, какие случайные числа ему понадобятся, ему попадутся. Он все время будет работать в квадратичное время. Ну, давайте первое, что поймем, где же мы предполагали, что элементы различны. Ну, предполагали мы это в тот момент, когда мы оценивали вероятность. Мы сказали, что если у нас там есть и-то и и-джи-то элементы, если будет между ними выбран какой-то разделитель, то они разъедутся по разные стороны. Ну, вот если бы они, если все эти элементы в этом отрезке равны, например, то это просто неверно. Какой бы мы элемент ни выбрали, и до и-джи-то все равно не разъедутся. То есть в тот момент мы существенно пользовались тем, что элементы различны. Что же делать? Ну да, хорошо, получается мы доказали оценку n log n для массива, в котором все элементы различны. Но вообще-то могут оказаться и массивы, в которых элементы совпадают. Ну вот, чтобы проблем не было с такими элементами, можно действовать следующим образом. Можно разбивать наш массив не на две части, то есть на элементы меньше либо равные, чем х, на х и больше х, а на три части. То есть мы будем поддерживать в процедуре partition, например, три региона. Один это меньше, чем х, второй регион это равно х, а третий регион это больше х. И выдавать из partition будем два индекса вместо одного. Соответственно, те элементы, которые равны х, они просто уходят из дальнейшего рассмотрения и сортируются части только где меньше х и больше х. Тогда с равными элементами проблем не будет, ну а partition по-прежнему можно реализовать за линейное время. То есть надо просто поддерживать либо три региона аккуратно, ну либо за как бы два прохода по массиву это сделать. Сначала раскидать на меньше либо равный х и больше х, а после этого часть, которая меньше либо равна х, раскидать на строго меньше х и на равный х. То есть partition там раза в два замедлится, но зато этот алгоритм уже будет работать быстро и на массивах, которые содержат равные элементы. Но в целом это зависит от того, от характера ваших входных данных. Если вы, например, заранее знаете, что равных элементов там быть почему-то не может, ну из-за природы этих ключей, не знаю, это какие-то айдишники, которые не бывают равными и вам их надо отсрывать, ну то можно и не беспокоиться. Если же ожидаются равные элементы, то лучше вот так подстраховаться и разбивать на три части. Давайте вернемся к визуализации. Ну и еще раз запустим все и посмотрим уже на последний столбец. В нем на самом деле и реализована вот эта вот идея разбиения на три части. Ну видно, что он мгновенно там отсортировал эти последние данные и все хорошо. Но вот quicksort обычный все еще возится с таким. Вот. Замечание следующее. Наш алгоритм quicksort это рекурсивный алгоритм, у которого последние две инструкции, которые он делает, это рекурсивные вызовы. Ну вот последняя строчка его псевдокода это рекурсивный вызов себя же. То есть это просто такой передача управления в начало. Если смотреть, как выполняется эта программа. Такой, когда работа рекурсивного алгоритма, то есть последнее, что он делает, это вызывает себя же, это называется хвостовая рекурсия. Такой рекурсивный вызов обычно можно, ну можно либо руками переписать так, чтобы такого рекурсивного вызова не происходило, и это мы здесь делаем. Либо на самом деле иногда компиляторы умеют это делать, если написано это специальным образом. То есть некоторые компиляторы умеют. Ну давайте вот руками напишем, поймем, что же это значит. Ну вместо того, чтобы делать этот последний рекурсивный вызов, давайте делать вот что. Ну вот мы честно вызвали, да, partition, как мы и делали. Вот он, вот он вызван. Дальше мы сделали рекурсивный вызов для левой части, а вместо того, чтобы делать его для правой части, мы просто теперь говорим, ну теперь давайте у нас L равняется M плюс 1. Ну а R сохранилось. И вернемся вот сюда в начало. То есть у нас теперь здесь цикл пока. Это как бы само, грубо говоря, и сделает этот самый правый рекурсивный вызов. Правильно? Ну вот здесь мы эллиминировали, что называется, последний рекурсивный вызов. Теперь надо заметить вот что. Вот у нас был вот такой рекурсивный вызов для отрезка от L до M минус 1. А то, что мы эллиминировали, это от M плюс 1 до R. Ну вот, на самом деле, эти два рекурсивных вызова, они независимы. Нам не важно, какой из них делается раньше, какой позже. Можно любой из них делать первым, любой из них делать вторым. Ну вот, давайте тогда сделаем вот что. Давайте делать первым тот, который, который сейчас я соображу, который короче, а более длинный мы эллиминируем. Тогда, соответственно, рекурсивные вызовы у нас будут делаться все время для массивов, которые хотя бы в два раза короче, чем текущий. Это, в свою очередь, нам позволит сделать вот что. Мы получим, что глубина рекурсии нашего алгоритма уж никак не больше, чем в Ogen. Это довольно удобно. Вот почему. Потому что, как видно, наш алгоритм, он сортирует массив на месте. То есть, он внутри что-то переставляет. То есть, он, с одной стороны, не использует никакой дополнительной памяти. С другой стороны, он ведь что-то складывает на стэк. Это и есть вот та память, поскольку он рекурсивный, которую он тратит. В целом, можно было бы так же, как мы поступили со временем работы, можно доказывать, что в среднем глубина рекурсии нашего алгоритма будет не больше, чем логарифмической. С другой стороны, вот этот вот трюк позволяет сделать так, чтобы она в худшем случае была не больше, чем логарифмической. То есть, в худшем случае глубина рекурсии нашего алгоритма будет не больше, чем логен. Просто потому что каждый следующий рекурсивный вызов будет делаться для массива, у которого длина хотя бы в два раза меньше, чем текущая. Еще раз, чтобы так произошло, этот псевдокод, который здесь показан, надо чуть-чуть переписать. Мы здесь элиминировали конкретный вызов, вот этот вот, а надо сначала проверить, какой из подотрезков, после того, как M посчитался, какой из подотрезков короче, и сделать рекурсивный вызов для более короткого, а длинный элиминировать. То есть получится такой цикл пока, после этого M вычисляется, ну а после этого надо посмотреть, какой из них короче. Так, последнее замечание перед заключением. Значит, небольшой рассказ про так называемую интроспективную сортировку, ну или интросорт. Значит, это тоже такой трюк, который позволяет из алгоритма быстрой сортировки сделать алгоритм, который работает за n-logan в худшем случае. Значит, что, какие есть два недостатка у алгоритма сортировки, быстрой сортировки, которую мы с вами рассмотрели. Значит, во-первых, у нас есть только оценка на время работы его в среднем. Для некоторых приложений это может оказаться критичным. С одной стороны, очень приятно, что он работает быстрее остальных алгоритмов на практике, с другой стороны, по-прежнему есть небольшая вероятность, что на каком-нибудь конкретном там массиве ему не повезет со случайными числами, он будет работать долго. И нам этого может не хотеться. Это первая неприятность. Вторая, он работает, он использует случайные числа, ну то есть, а нам бы иногда хотелось там воспроизводимости от алгоритмов. Нам хочется, чтобы он все время вел себя одинаково. Ну вот можно тогда сделать вот что. Давайте вместо того, чтобы использовать разделитель случайно, используем некоторую простую эвристику выбора разделителя. Эвристика, слово эвристика означает, что ну просто простой метод какой-то, который просто исходя из разумных соображений. Мы не будем ничего доказывать про этот метод выбора эвристики. Это ну просто кажется разумным. Давайте выберем, например, первый, средний и последний элемент. Выберем из них тот, который располагается посередине, то есть, что называется медиану. И относительно нее разделимся. Вот такой вот будет такой детерминированный способ, который не использует никаких случайных чисел. Дальше сделаем вот что. Быстрая сортировка у нас начнет работать вот с таким вот простым выбором разделителя. А мы будем следить за ее глубиной. Если в какой-то момент глубина рекурсии нашего алгоритма превысит такой порог c логен, где c некоторая константа, которая подбирается, ну уже там на практике, так экспериментально. Тогда мы возьмем и прервем наш алгоритм. И запустим какой-нибудь алгоритм, который работает гарантированно за n логен. Например, не знаю, сортировку слиянием или сортировку кучей, которую мы с вами скоро изучим. Что тогда у нас получится? Получится, что обычно в большинстве случаев этот алгоритм будет работать как алгоритм быстрой сортировки. Вот с таким вот простым разделителем. Опять-таки, если данные, которые нам приходят, случайные, то тоже несложно показать, что быстрая сортировка вот там с таким выбором на случайных данных будет работать за время n логен. Поэтому в большинстве случаев этот алгоритм будет вести себя как быстрая сортировка. В большинстве случаев я теперь говорю по входным данным. А если пришел какой-то массив, на которых вот такой выбор разделителя приводит к тому, что алгоритм работает дольше, чем n логен, тогда мы это поймем в тот момент, когда превысится глубина. Заметим, что когда глубина у нас дошла до порога c логен, к этому моменту мы потратили время уж никак не больше, чем n логен. Просто потому что на каждом уровне мы тратим не более чем линейное время. Ну тогда мы сказали, ну хорошо, не повезло нам с этим массивом. Мы прервались и запустили другой гарантированный алгоритм. Тем самым мы получаем алгоритм, который в худшем случае работает за n логен. Так, все, достаточно замечаний. Давайте теперь резюмировать. Итак, мы с вами рассмотрели алгоритм быстрой сортировки. Мы доказали, что в среднем он работает за время n логен. Доказали, что в худшем случае, даже если там ему не повезло и работает он не n логен, то работает уж он никак не больше, чем n в квадрате. Сакцентировали внимание на том, что когда мы говорим в среднем, мы имеем в виду случайные числа, которые используются внутри алгоритма. То есть для этого алгоритма не бывает плохих данных. На каждом массиве он работает в среднем быстро. Может не повезти со случайными числами, но в среднем все будет быстро. Мы сказали, что быстрая сортировка называется быстрой, ну потому что она действительно на практике эффективна. И на практике она делает действительно меньше сравнений и обменов элементов, чем другие алгоритмы. Дальше поговорили про то, что если в массиве бывают одинаковые элементы, тогда, ну, ожидаются. Тогда лучше делать три разбиения вместо два разбиения, чтобы он действительно работал за n логен. Дальше поговорили про то, что можно простым трюком, вот элиминация и хвостовой рекурсии, сделать так, чтобы этот алгоритм точно у него глубина рекурсии была не больше млоген. Ну, а, соответственно, используемая память, значит, использовала не больше млоген. Чтобы он использовал не больше млоген дополнительной памяти. Наконец, рассказали про интроспективную сортировку. Это тоже такой трюк, который позволяет получить алгоритм, основанный на быстрой сортировке, который обычно быстрой сортировкой будет, который в худшем случае работает не более чем за n логен.